Всем привет, с вами Спартак ТВ и с нами сегодня Асио Куани, это наш игрок любительского клуба Спартак АФЛ, играет в защите и я хотел бы чтобы вы с ним познакомились. Расскажи о себе. Привет ребята, меня зовут Асио Куани, я студент здесь в Москве, я учился в университете, физик, культура и спорт и еще играю в футбол в Патраху и я живу здесь в Патраху. What do you know about the team you play for? Ты знаешь, за какой командой ты играешь, что это вообще за основной командой? Да, конечно знаю, одна из сильнейших команд в ПФСИ, мне кажется, что это не сильнейшая команда. Как они играют, кроме нелегких учебных математиков. Расскажи, где ты родился и как ты вообще попал к нам вообще в Москву? Он приехал сюда учиться в ГУФК, в ГУФК и спорта, в общем. Он сделал ресерч, он читает и рассказал, что он мог поехать в ГУФК и в США, там это дороговато. Оказалось, что московский ГУФК или из чего-то спорта, он один из лучших в мире, там очень большое оборудование, из тех университетов, которые учат на тренера. Он сам из ГУФК и там учился в университете, играл за университетскую команду и уже выиграл золотый и серебряный медаль. И кроме прочего, он потом начал уже работать ассистентом тренера и за поможетскую и женскую команду и тоже фаналов. Когда вы были ассистентом? Да, когда мы были ассистентом, мы были в фанале. Да, они выходили на финал, как я так понимаю, студенческой лиги в ГУФК. Да, студенческой лиги в ГУФК. Это если кратко. Ты в лучших традициях переводчик Спартака, переводи их, просто понял. У нас такое мнение из России, по крайней мере, так показывает, что футбол в африканских странах это где-то там на песке, без какой-то инфраструктуры. То есть, расскажи-ка, какие там поля, какие там условия, есть ли газон натуральный, искусственный. Мы привыкли, я считаю, что там бегают все на песке, босиком. У нас такие стереотипы. Стереотип подтверждается. Нету достаточно количества хороших инфраструктур и газонов. Обычно, если есть, то это какой-то национальный стадион или университетский стадион. Обычно играют на смеси песка и гравина, конечно. Упадешь, чтобы весь видишь кровище. Твой город расположен на берегу океана. Тебе не хватает вот этого климата, наверное, там тепло, да? Как природа? В моей стране погода будет тепло вообще. У нас два месяца, когда погода будет немного полярная. Мы так и не смогли понять, что только холод в Амгане. Видимо, там всегда тепло. Всегда тепло. Всегда тепло. Тепло, да. И снег для Асио это не проблема, потому что он играл в Южной Африке, где действительно бывает холод. Там пельвины даже было. Насколько я помню. И во Франции. Where is France? В Бордо. Он учился? В Бордо он учился? There's a program, a-level French, a-level certificate. There's a program, a-level French, a-level certificate. Ah, but Ghana is a French country? No, it's English. But we're surrounded by four French countries. Four French countries. Four French countries. Оказывается, что Ганна это страна с английским языком. И вокруг почему-то одни французские страны, например, И это хорошее соседие. Что он сказал? Это был один из самых точных. А ты там какую-то профессию учил? И работал ли ты где-то? Или только ты учился, играл в футбол? Имеешь ли ты какое-то образование уже оконченное? И специальность? И рабочие какие-то навыки? Первая профессия, которую он учил, это в области психологии. Получается, это планированный психолог. Что он считает, должно помочь ему в будущем в работе со спортивной командой? Это действительно так. Нентальный вопрос надо решить. Это и, собственно, все. Он работал в университете. У него как раз из того, что два года он работал в университете, в администрации как раз по специальности психологии его взяли за то, что он такой заслуженный. Много медалей и еще и психологический степень. Да. Еще Асю в университете управлял, получается, кафе. Собственно, это его вторая, получается, работа. Нормальная. По нему психологически. А здесь ты работаешь? Да. Да. Он работал в России. Он говорит, что работает сложно найти работу, потому что нужны данные документы, разрешения на работу, это и все. Но он иногда подрабатывает на стройке, иногда в Макдональдсе. Каждый Макдональдсی мы можем посмотреть на который Макдональдс. «Важно, мы можем присутствовать. Мы можем прийти к вам». «Ой, мы пришли к вам, а?» «Да, я пришел к этим. Вы пришли к Шукинскому Макдональдсу» Кодицы, на Шукинскому Макдональдсу. Важно. Очень маленькие зарплаты для почасовых рабочих. Если в Европе ты работаешь 2 часа и получаешь в Европе за пару часов 10-15 евро, То каши за 12 часов примерно такие бдят. Кажется, что хотелось бы получить? Больше. Даже я понял. Нет, нет, потому что моя школа очень интересная. Я хочу платить за мои руки, платить за фиги, мою здоровье, ехать хорошо, играть за Спартака, не спать. Обратите нас за все. За общежитие, за еду, играть за Спартак. И вообще за все. Да, это затратно. Удивительно. Играть за Спартак – это очень затратно. За все надо платить. А сколько тебе еще учиться осталось? У меня еще один год учил. Один год, и ты дипломированный специалист, можешь тренировать? Где будешь тренировать? Здесь или поедешь к Сибиргану? Здесь. Уже есть какие-то контакты с какими-то клубами? Ты будешь детский тренер или взрослый сразу? Действительно, чтобы попробовать в России тренировать, но это будет скорее как практика. Утешь. У меня есть какие-то практики. Мы, в принципе, все равно будем тренировать детей или взрослых. И у него есть даже лицензия от УФА, чтобы тренировать детей от 8 до 15 лет. Ну, вот так же и будет он через год уже детский тренировать детей. И будет иметь возможность тренировать с Ростом. Ну, у вас распределяют куда-то после... Ну, на практику у вас куда-то отправляют? В СКА Хабаровск. У нас есть руководство, а не в следующем году. Будут иметь возможность направить своих студентов даже на практику. И вот в следующем году это будет сделать. Потому что сейчас не смысл об этом говорить. Потому что еще у нас поведенные ограничения. В России пока нет идеи, куда это так тренировать. Но из городов в России, которые знают, это Санкт-Петербург. Казань. Казань, конечно, тоже очень сильный университет по физкультуре и спорту. Вот. Ну, может быть, можно туда поехать. В Казани не был, но почему бы и нет? Скажи, ты один в семье или у тебя братья, сестры сколько? А, у меня много сестры. Только... А, сестры? Пять. Я сестер. Да. И брать... Два. Два. Плюс я три. Три. Да. И он четвертый, когда у нас семье, но к сожалению, особенно здесь, что его старший брат, он умер. Да. Он умер. Спасибо. Спасибо. Тебе здесь... Ты не скучаешь порогами? Тебе грустно закатывает? Грустно? А, конечно. Я не спустила. Но я не спустила. Я очень не спустила. Граина с кольцами. Граина с кольцами. Я не спустила. Я спустил. Я влюбился. Ну, ты влюбился? Есть фуфа. Это такая сложная штука из коренев растений, которое называется касава и еще смешанная с каким-то особым сонком бананов, но для нас это бананы, но это совершенно другое растение. Платейн. Это жареная рыба в подзарке с кукурузой. Да, очень вкусно. Ты чем здесь занимаешься вообще? Помимо футбола, учебы, генерал-фобия? В общем, времени особо ни на что не остается, чтобы там что-то еще поделать. И так есть учеба, генерал-футбол, работа, и еще есть он еще пишет диссертацию. И по поводу того, что гуляться, то получается. Я спросил еще про то, что сейчас мы в Москве с фасизмом. Да, вроде, что было три случая, один из магазинов, когда фасизм бросил очень баханский с ним в Арпасе, бросил пакет для продуктов. Он покупал, наверное. То есть фасизм бросил пакет для продуктов. А вот, девушка, которая стояла в очереди за ним, она сказала, что вы себе позволяете? Да. И второй случай был в метро. На входе в метро, чтобы его остановили, например, контролеры либо полицейские, и, соответственно, не твоя маска. И вообще, давай нам в свой пас, вам не помните штат, если... Хотя вот Асю говорил, что вокруг людей без масок, чтобы мы остановили кофе. Как взяты отношения, да. Желаем тебе удачи в России. И ты отличный парень. Мне вкусно. У меня не вкусно.